Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфиры канала РЕН продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Неделя до Нового года. Традиционное время елок. Шоколадное дефиле прошло в торговом центре Анапы. Кондитерский дом «Ваниль» представила шоколадные аксессуары. Коль нет снегов среди зимы, Деды Морозы в Анапе устроили забег на лыжах на стадионе. А сейчас обо всем подробнее. Новогодние каникулы, череда выходных дней, время гуляний и праздников. Инспекторы роты ДПС предупреждают – будьте внимательны и осторожны. Сотрудники Анапской роты ДПС проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Бахус». Так, 27 декабря во втором часу ночи инспекторы роты ДПС на Анапском шоссе увидели автомобиль «Тойота», который бросал из стороны в сторону. На законное требование сотрудника полиции водитель транспортного средства не остановился, а попытался скрыться. Экипаж ДПС устроил погоню с целью задержания нетрезвого водителя. Однако водитель не остановился, а лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Женщина-водитель выехала за пределы города, проехала Чембург и направилась в станицу Анапскую. При въезде в станицу 39-летняя жительница Анапского района, превысив скорость, не справилась с управлением и столкнулась со стоящим патрульным автомобилем, который перекрыл проезд автомобилю «Тойота» с целью недопущения входа транспортного средства в городскую черту и ради сохранения жизни и здоровья других участников дорожного движения. После женщина допустила столкновение с автомобилем «Хонда», а также полуприцепом автомобиля «Фредлайнер». Медицинское свидетельствование показало, водитель автомобиля «Тойота» находилась в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не повторять подвиги королевы автострады, будьте внимательны и помните, алкоголь и вождение несовместимы. Неделя до Нового года – традиционное время елок. Праздники с хороводами и конкурсами проводят Деда Мороза и Снегурочки. На одном из утренников побывала наша съемочная группа. Зайчонок ждет начало праздника, а лисичка рассматривает елочные игрушки. В октавом зале реабилитационного центра «Ника» кого только нет. Смурфики, султан, пират, бэтмен, собачки, кошечки, цыплята и даже знаменитый рэпер приехал. Но кого-то не хватало. Позвали, и он пришел. Дед Мороз. От улыбки его снежной внучки Снегурочки, маленькие детские сердечки растаяли. Профессия у него такая, радость детям дарить. Быть самой ребенком, в душе ребенком и самой получать удовольствие от того, что я делаю. В Молодежный Центр 21 век проведено ряд акций, так как акция «Дед Мороз в каждый двор», где наши специалисты театрализованно поздравляли ребят с наступающим Новым годом, играли с ними интерактивные игры в их дворах. Также проходила благотворительная елка в коррекционной школе в Джимете, где также мы с ними провели какие-то увлекательные игры, подарили детям праздник. Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Ника – временный дом. Но волшебник Дед Мороз всегда приходит туда, где его ждут. Он находит дорогу по горящим глазам и загаданным желаниям. Веселые конкурсы, песни и танцы, мешок новогодних подарков он приносит с собой на радость малышам и взрослым. Какой же праздник без конкурсов? Ладошки поморозили, песни про елочку спели, буги-вуги станцевали. Рассказали новогодние стихи и поводили хоровод вокруг красавицы елки. Елочка, она лядая, красивая, всем ребяткам нравится. А что такое новое? Это бодолки ловтают. И что еще? Еще песни по-русски. Это мусорка. Что тебе больше нравится? Мороз или фигура? Микулечка. А почему? Потому что. Тебе чем Новый год радует? Елки. Веселые. Дед Мороз у нас. Мне понравилась елка, как мы играли, веселились. Дед Мороз понравился в подарке, дарил им, праздник устроил. Новый год – это радость. Дети – это большое чудо. Новогодние праздники – это хорошо, но давайте не будем забывать, что улыбаться наши дети должны не только по праздникам. И пусть в Новом году этих ребятишек радостным будет каждый новый день. Шоколадное дефиле прошло в торговом центре Анапы. Кондитерский дом «Ваниль» представил шоколадные аксессуары – бусы, броши и серьги. О жизни в шоколаде – наш следующий сюжет. Кондитерский дом «Ваниль» решил порадовать жителей и гостей города шоколадным дефиле. Утверждение, что много шоколада вредно для женской фигуры, теперь под вопросом. В модном шоу продемонстрировали наряды с элементами шоколада, которые не портят, а чудесным образом украшают женский образ. Настоящий колумбийский шоколад ускоряет обмен веществ. Поправиться от него невозможно. А еще шоколад – главный источник радости и счастья. На шоколаде Александр Ефимов изготовил великолепные украшения из шоколада. Как вы можете обратить внимание на этой великолепной снежной королеве корона. Сделанная из шоколада. Она абсолютно съедобна. Мероприятие приурочено и к Новому году, и к тому, что в Аймаксе после Нового года, 1 января, стартует великолепный мультик «Снежная королева». Мы решили все это собрать в одну единую композицию и порадовать жителей города Анапы. В результате совместного творчества визажистов, стилистов, парикмахеров и шоколадного мастера на сцене необычные образы моделей и наряды с элементами шоколадных аксессуаров. Профессионалы, работу которых можно уверенно назвать истинным искусством, готовили модели за 5 часов до показа. Образ создавался по характеру и темпераменту. Девочек мы красили шоколадом, помадкой. Рисовали в основном все натуральное, добавляли блеск, камни, все разное. Готовились к Новому году, можно сказать. Наряды, представленные на подиуме, превосходят самые смелые ожидания. Множество мелких деталей, оригинальные фасоны. Для многих моделей это не первый показ, но никто еще не участвовал в шоколадном дефиле. Мне мой образ нравится, я себя чувствую каким-то таким фантастическим котом Базилио. Больше котом, чем кубоем, наверное. Мне все очень нравится, образы все очень продуманные. На фуршет зрителям и моделям приготовили вкусные лакомства от кондитерского дома «Ваниль». Мне безумно понравилось, платья были прекрасные, также украшения и окончательное. Это банкет, очень вкусно все. Пуговицы, заколки, ожерелья, серьги и корону моделям после показа разрешили съесть. Больше всего повезло снежной королеве. Ее корона весит 3 килограмма. Корона, в общем, довольно-таки весомо весит, поэтому сложно ходить, и я за многими девочками не успевала. Буговка, да, из настоящего шоколада, она очень вкусно пахнет. И вообще, я сейчас хожу и прям хочу ее спустить. Он безумно вкусно пахнет, да, и нам разрешили спушить всю прелесть, которая на нас. На этом кондитерский дом не заканчивает удивлять инопчан. На Рождество пройдет мастер-класс по лепке красивых рождественских пряничных домиков. А в марте к премьере мультфильма «Золушка» планируют устроить шикарный бал. Конфеты ручной работы из вкуснейшего колумбийского шоколада можно приобрести на втором этаже торгового центра «Красная площадь». И на улице Ленина, 35, кондитерский дом «Ваниль». Новогодний забег на лыжах устроили Деды Морозов в курортной Анапе. Бежали до финиша по стадиону, а накануне провели флэш-моб. Около 200 Дедов Морозов выступили на театральной площади. 200 сказочных персонажей в одном месте. Это ли не праздник? Солнечный день, хорошее настроение, сотни горожан и музыка. Так встретили красочный парад Дедов Морозов и Снегурочек в Анапе. Участники акции «Скоро-скоро Новый год» в костюмах новогодних героев водили массовый хоровод вокруг главной городской елки на театральной площади. Громко и аплодисментами встречали юных спортсменов-бегунов курорта. Танцы, песни, хороводы привлекли многих анапчан. Кто-то в качестве команды поддержки, кто-то шел мимо и, увидев праздник, остался до конца. На предпраздничном торжестве главные Дед Мороз и Снегурочка города дали старт новогодним поздравлениям. Новый год – всегда ожидание чуда, волшебных приключений и удивительных перемен. И, конечно, подарков. И вы, деды Мороза и Снегурочки, несете в каждый дом, в каждую семью веру в чудо, добро и исполнение желаний. Затем главные герои новогодних праздников под барабанную дробь прошествовали по улице Горького. По пути к шествию присоединились взрослые и дети. Завершился парадедов Морозов и Снегурочек на стадионе «Спартак», где и состоялся зрелищный шоу-марафон на лыжах. Забег определил самого спортивного дедушку и его внучку. Отлично прошел. Лыжи, правда, отлетели. Но так замечательно все было. Желаю всем провести отличный Новый год, встретить его с семьей и с лучшими друзьями. Я просто с детства на лыжах стою, поэтому привычные действия. Наверное, больше будут люди здоровым образом жизни заниматься, смотреть на нас и тоже стремиться к тому, чтобы на лыжах покататься. На лыжах вообще когда-нибудь пробовала? Нет, первый раз вообще. Да еще на таких деревянных. Вообще классно. Победителям марафона вместо медалей вручили символичные игрушки-шары на новогоднюю елку. Молодежная политика за год. Подводим итоги. О том, как и где отличилась молодежь Анапы, наш специальный репортаж. В Анапе проживает более 35 тысяч молодых людей. И главная задача молодежной политики – обеспечить их занятость и досуг. Студенты средних и высших учебных заведений, школьники, воспитанники военно-патриотических объединений, подростково-молодежных клубов, жители и гости города активно участвовали во всех мероприятиях. За этот год управлением по делам молодежи проведено 1457 акций разной направленности. Самое главное событие уходящего года – Сочинская Олимпиада. Было сделано все для спорта и для победы. В зимний период в Анапе проходили грандиозные мероприятия и праздники, посвященные торжественному открытию 22-х Олимпийских игр в Сочи. Лучшие спортсмены города зажгли свои олимпийские факелы. Мероприятия в поддержку Олимпийской сборной России в очередной раз доказывают – вместе мы победим. И победили. Творческая программа, которую мы ведем в Сочи, была утверждена Международным Олимпийским комитетом. И уже с октября месяца мы готовимся, репетируем, пошли до новой костюмы. И с 10 февраля наши анапские коллективы будут представлять наш город в Сочи. Волонтеры, работающие в Сочи, вернулись с большим впечатлением. Признались, столько эмоций они не испытывали никогда. Волонтеры свою лепку внесли, а навчат нас пославших не объедем! А мы работали в прибрежном пасторе. У нас наш объект был шайба, и рядом работали на фиште открытия и закрытия. Все наши анапчане участвовали и закрытия, и в открытии. С нашей помощью победили россияне. Мы заняли первое место на Олимпиаде. Энергетика, сумасшедшая энергетика. В самом зале, на самих соревнованиях просто невозможно передать. Вот эта энергетика, она больше всего поражала. Люди так болели, кричали «Россия! Россия! Вперед!» Вот это вообще не забываем. В течение года проходили патриотические мероприятия, концерты, флешмобы, чтобы сохранить и приумножить богатство нашей страны. Детям рассказывали, как важно быть патриотом. Проходили акции, посвященные Дню Победы в качестве символа памяти и воинской славы. Анапчане получали георгиевские ленты, которые разлетались за несколько минут. Наше поколение отцов своих хорошо помнит и дедов. Поэтому мы соответствуем только за эту акцию. Необыкновенно важно. Это память. Это у человека патриотизм. И любовь в своей родине воспитывает. Впервые в этом году в Анапе прошла летняя оздоровительная программа «Велобум». Участники посещали теоретические и практические занятия по велотуризму на открытом воздухе и закрепляли полученные навыки походами. Всего проведено 24 велопохода, объединивших 240 человек. «Велобум» – альтернатива душной комнате, монитору компьютера. Цель гонки – повысить рейтинг велоспорта среди молодежных увлечений. Вся работа направлена на позитивную занятость подростков и молодежи и пропаганду здорового образа жизни. Это и досуговые, профилактические, военно-спортивные, патриотические мероприятия. Фестиваль молодежного творчества, различные первенства по пешеходному туризму. Фестивали скалолазания, соревнования, конкурсы, слеты. Все это доказывает молодежная политика в Анапе, организована на качественном уровне. Подведены итоги спортивного года в спорткомплексе «Рай». Выдающихся спортсменов отметили и наградили. Грамоту получил и наш коллектив за сотрудничество и освещение спортивных событий уходящего года. Выдающихся спортсменов, показавших блестящие результаты в этом году, поздравил депутат законодательного собрания «Края» Николай Иванюшкин, руководитель Центра развития физкультуры и спорта Константин Демчук и директор спортшколы «Россий-Маскеров». Праздник очень хороший. Каждый год Роман Испач устраивает такие награждения. Очень приятно, что не забывается, как бы все это вот так афишируется. Насчет этого он очень молодец. Год очень тяжелый был, хочу сказать. Много стартов, много сборов, много всего-всего было. Вот. Ну, ничего, справились. Справились и получили медали высшей пробы чистого серебра и почетной бронзы. 89 спортсменов получили подарки от Деда Мороза на праздники. Подающие надежды и уже именитые мастера спорта, призеры и чемпионы. Этот год действительно знаменательный. Знаменателен для Кубани, прежде всего. Которая признана лучшей спортивной базой Российской Федерации, можно так назвать. За лучшую постановку скультурно-массовой работы в прошедшем году. Позади Олимпиада, Поролимпиада, Формула-1. И везде наши спортсмены добились значительных результатов, удивили все мировое сообщество. Всех, кто любит спорт, кто болеет и переживает за спорт. Я уверен, что все спортсмены, и не только те лучшие, их было сегодня очень и очень много, которые добились замечательных результатов и в соревнованиях всероссийских, и европейских, и международных. Мы просто гордимся этими замечательными ребятами и уверены, что пример старших – это пример для подражания самым юным спортсменам Анапу. Отмечали заслуги спортсменов и тренерской сборной, благодарили родителей за воспитание и поддержку и настроились на новые победы в наступающем году. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 30 декабря, в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 3-5 градусов, ночью 0, плюс 1. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алисам». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа» в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа» – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова